Цинка кружила там смертельный хоровод Из плоти жизни стекла кровавой лужи У всех вступивших в полосу не взгод Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью Вне зависимости от того, что она у меня была Очень трудная и непростая Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо Я нигде не сделал шага в сторону, налево И тем более назад Я никогда никого не боялся Я всегда иду прямо в жизни Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза Я всем смотрю прямо в глаза Вячеслав Иваньков, один из самых влиятельных криминальных авторитетов СССР в 70-е годы 20 века Коронованный вор в законе Лидер нескольких организованных преступных групп как в России, так и в Америке Япончика назвали в честь того Япончика, одесского Миши Япончика Который боролся всю жизнь с коммунизмом Биография Вячеслава Кирилловича Иванькова, известного всем под кличкой Япончик, началась 2 января 1940 года Мальчик появился на свет в неблагополучной семье и с детства отличался слабым здоровьем Поскольку отец маленького Славы имел алкогольную зависимость, достатка в семье не было В подростковом возрасте школьник по собственной инициативе занялся боксом и вольной борьбой, что позволило получить неплохую физическую подготовку Парень закончил восьмилетку и, обладая хорошими данными, поступил в цирковое спецучилище Он хотел стать воздушным гимнастом Несомненно, у талантливого молодого человека могла получиться неплохая карьера циркового артиста Но все его планы перечеркнуло падение с трапецией, результатом которого оказалась закрытая черепно-мозговая травма От медицинской помощи парень отказался Но повреждение было достаточно серьезным, поскольку во время последующих тренировок он падал в обморок Училище пришлось оставить, как и планы на карьеру артиста Впервые в сферу внимания правоохранительных органов Вячеслав попал в 15 лет Его словили на карманной краже В участке подросток яростно сопротивлялся, поэтому его направили на судебно-психиатрическую экспертизу В Кащенко ему поставили диагноз – шизофрения Прибывая в больнице, парень заинтересовался книгами и судебным производством Через год Иваньков еще раз проходит комиссию в Кащенко И медики подтверждают заключение, в результате чего Вячеслав отправляется на принудительное лечение Парень сбежал из больницы и вернулся домой Устроился на работу слесарем Позже стал бригадиром приемщиков и даже стал посещать вечернюю школу Обучение молодой человек закончил экстерном, сдав экзамены за 9-10 классы Завершая среднее образование, он скрывался от работников милиции В конце 1966 года его снова задержали и вернули в лечебное заведение В котором он находился до марта следующего года С диагнозом – шизофреноподобный психоз вследствие травмы головы К тому времени Иваньков имел разряд по боксу, судимость за квартирную кражу И справку из больницы имени Кащенко о том, что он болен шизофренией При коммунистическом режиме я находился и в психиатрических заведениях То есть это крытые тюрьмы, это спецбольницы То есть я прошел все виды карательной медицины Я был в гулаговских застенках, по-другому их не назовем Вячеслава выписали с заключением о том, что он вышел из психотического состояния В 1972 году Иваньков чуть не получил первый срок За участие в организованной преступной группе, которую возглавлял вор в законе «Монгол» Был суд над бандой «Монгола» В нее входило 27 человек Это то, что я был начальником конвоя, я их конвоировал Вячеслав Иваньков Он же Япончик Он же ассирийский зять Он же Иванец Он же дед Свою преступную деятельность начал в конце 60-х годов Как один из бойцов легендарной банды вора в законе Геннадия Корькова по кличке «Монгол» Группа была достаточно серьезная Там был работник милиции, завербован ими Они занимались разбоями в отношении лиц, скопивших непосильным трудом свое состояние Молодому человеку удалось уйти от правосудия Хотя соратники по банде получили до 13 лет тюрьмы После разгрома преступной группы Япончик организовал собственную группировку Которая в милицейской форме проводила обыск у людей, имевших теневые доходы Сначала это было просто рекет Находили богатенького человека Его грабили, вставили на счетчик, вставили на деньги Потому что он преступник, он не пойдет заявлять Он не пойдет заявлять То же самое было, когда, помните, преступление возле березок Возле березок обмен чеков Чеки, допустим, на рубли Валюта на рубли Оперативники МВД рассказывали, что именно Иваньков предлагал искать потенциальных жертв Из числа подпольных миллионеров, работников торговли, собирателей антиквариата и богатых цеховиков Особенно несговорчивых бандиты вывозили за город Где заживо клали в гроб, закрывали крышку и начинали заколачивать гвозди Все это происходило возле заброшенных кладбищ Жутковатая театральная постановка заставляла любого развязать свой язык и кошелек Но, как правило, такие потерпевшие после налета или грабежа в милицию не обращались Преступники изымали деньги, ценности, информацию о которых жестоко выбивали из людей География интересов ОПГ расширилась и вскоре захватила СССР Эпизоды с их участием происходили в Риге, Казани, Свердловске Бандиты убивали своих жертв Среди которых были спекулянты, цеховики и прочие представители нелегального бизнеса Преступления лидера ОПГ оставались за кадром Официально мужчина вел обычную жизнь Работал в фотолаборатории А после и тренером в детской спортивной школе В 1974 году Иваньков бессрочно оформил вторую группу инвалидности Которую получил по психическому заболеванию В этом же году бандита задержали в столичном ресторане «Русь» Где произошла драка со смертельным исходом Именно здесь произошло событие, изменившее всю дальнейшую жизнь Япончика В марте 1974 года Иваньков с друзьями ужинал в ресторане За соседним столиком сидел грузинский вор в законе Гога Тбилисский Неожиданно он встал, подошел к девушке, которая танцевала с Иваньковым И словно шпильку воткнул ей в прическу 100-рублевую купюру Началась драка, затем стрельба У Япончика оружия не было И доподлинно известно, что сам он в Гогу Тбилисского не стрелял Экспертиза не выявила у преступника психического заболевания Так что симулянта осудили по всей строгости закона И по статье 196, часть 3 УК СССР И приговорили к 7,5 месяцам заключения Во время следствия, находясь в бутырской тюрьме Япончик получает свою знаменитую кличку Исан Вора в законе Вообще-то движение Вора в законе Оно было инициировано органами НКВД Для того, чтобы держать в повиновении Массы политических заключенных в зонах Это было выгодно, это было удобно Уголовникам Уголовникам отравилась роль Как бы внутреннего контроля, внутреннего надзора И методы, которые они применяли Они были достаточно жестокими Это беспредел, это запугивание, это террор После выхода на свободу Иваньков официально работал товароведом В овощном магазине Но на самом деле продолжил заниматься криминалом И в 1980-м создал еще одну организованную преступную группу Которая также практиковала вымогательство и рэкет 1992 год ознаменовался эмиграцией Мужчина выехал в Германию В марте 1992-го он оказался в Германии А еще через две недели в Америке В Шереметьево-2, как память о нем, осталась таможенная декларация Иваньков при выезде из страны Имел при себе 130 долларов Золотое кольцо и крест Каким образом Человеку с непогашенной судимостью И поддельным паспортом удалось пересечь Три границы До сих пор загадка После чего отправился в США И обосновался в Нью-Йорке Где организовал очередную ОПГ Из 250 бывших спортсменов и сотрудников КГБ В это время СМИ стали называть его главой русской мафии в Нью-Йорке В 1994 году за япончиком ФБР установило круглосуточное наблюдение В проекте задействовали 18 агентов Основанием стало обвинение в вымогательстве 2,7 миллиона долларов у владельца Summit International Собранные доказательства позволили подтвердить обоснование обвинения в суде И в 1997 году Иванькова осудили на 9 лет и 7 месяцев тюрьмы Американцы обвинили Иванькова в том Что он угрожал расправиться с бизнесменами Волковым и Волошиным Если те не вернут 3,5 миллиона долларов Печально известного банка ЧАР Александр Добровинский утверждает Никаких угроз не было Они даже не требовались Одного имени Иванькова было достаточно для того, чтобы Волков и Волошин Упали ниц и у них затряслись поджилки И начал безумно, я не знаю, от страха сужаться анус Многие утверждали, что Вячеслав Иваньков таким образом хотел вернуть деньги Обманутых вкладчиков ЧАРы, простых людей и пенсионеров Однако это далеко не так По оперативным данным Половина суммы должна была пойти в карман одного из российских коммерсантов А половину собирался забрать себе сам Япончик Иванькова осуждают почти на 10 лет 5 миллионов того общей сложности ушло Сначала бандит отбывал наказание в тюрьме Аленвуд А в 1999 был переведен в крыло для опасных преступников Из-за найденного в камере героина В 2004 году вора в законе депортировали в Россию И предъявили обвинение в убийстве бизнесменов из Турции Но дело развалилось Криминальный авторитет отправился за границу Где выступал третейским судьей В конфликтных ситуациях между местными группировками Япончик предпочел перебраться в США Но его высказывания об этой стране не самые положительные Первой женой Япончика стала Лидия Айвазова Она являлась потомком князей из Ассирии Из-за жены Вячеслав получил свою первую кличку Ассирийский зять Они поженились в 1960 году А в 1971 оформили развод У пары родились двое детей Геннадий и Эдуард Которые поддерживали отношения с обоими родителями После их развода Оба сына уехали за границу И официально не связаны с криминалом Но по оперативным данным ФБР Занимались отмыванием денег преступной группировки отца Геннадий эмигрировал в США Тогда как выбор Эдуарда пал на Австрию У Япончика был и приемный сын Это ребенок одной из его боевых подруг Не являясь биологическим отцом мальчика Вячеслав принял серьезное участие в жизни Виктора Который боготворил отчима Кстати, он сам короновал пасынка в 22 года Виктор Никифоров, Витя Калина Стал вором в законе Одним из самых молодых в криминальном мире В 18 лет Витя Калина получил 5 лет строгача Воровская карьера молодого человека была яркой Но недолгой Неподалеку от дома на него было совершено покушение Ранение в голову оказалось спятельным Его жизнь оборвалась в возрасте 28 лет В начале 90-х япончик оформляет фиктивный брак Для легализации в США По бумагам его женой стала Ирина Ола Уроженка Киева 1974 года рождения В свое время она была аккомпаниатором Известного эмигранта-артиста Вилли Токарева Боевой подругой вора в законе в Америке стала Фаина Комиссар Которая в девичестве носила фамилию Рослина Эта русскоязычная эмигрантка так и не стала официальной супругой Вячеслава Но они были вместе до его смерти Кстати, после кончины Иванькова появилось несколько претенденток названия «Вдовы Япончика» Помимо комиссар, на место в личной жизни авторитета претендует Ника Или как она себя называет – Николь Кузнецова Она является матерью самого младшего ребенка Иванькова – Георгия Впрочем, данная информация стала известна из интервью самой Николь Которая строит карьеру белого мага Иваньков погиб в 2009 году в результате покушения Произошедшего у московского ресторана «Тайский слон» 28 июля два снайпера обстреляли вора в законе Стрельба велась через отверстие в тентованном кузове «Газели» Исполнителей убийства так и не нашли Охрана затащила раненого Вячеслава в ресторан После чего отправила в больницу Ранение оказалось тяжелым Жизнь бандита оборвалась 9 октября Причиной смерти стал перитонит Это запись, сделанная камерой наружного наблюдения у входа в московский ресторан «Тайский слон» Вот что происходило в первые секунды после выстрела И вот он посрединке, вот второй секунды, дальше все, вот он упал А это картинка из холл ресторана Охранники заносят Иванькова внутрь Пострадавших в сознании Его кладут на диван, пытаются оказать помощь Скорая уже на подъезде Медики кладут Иванькова на носилки и увозят Убийца стрелял из угнанной накануне газели Припаркованной на другой стороне улицы В тенте было проделано небольшое отверстие Через которое просматривался выход из ресторана Внутри фургона оборудована позиция для ведения стрельбы Позже сыщики найдут в кузове машины Оставленную киллером снайперскую винтовку Драгунова Уля попала 69-летнему авторитету в живот И разорвала кишечник в пяти местах В больнице была проведена 4-х часовая операция Потом его состояние ухудшилось Начался перитоник, отказали почки и печень Иваньков перенес клиническую смерть После чего ему поставили кардиостимулятор И ввели в состояние искусственный ком Но оказалось, что помочь ему невозможно Церемония прощания с авторитетом прошла 13 октября В храме Воскресения Славущего Япончика похоронили на Ваганьковском кладбище Событие освещалось в СМИ Хотя родственники желали ограничить присутствие репортеров на похоронах С вором в законе на кладбище пришли проститься 500 человек из криминального мира Памятник на могиле установили летом 2011 года Фото на надгробии нет Поскольку бандита изваяли в полный рост Вячеслав сидит на фоне трехметровой стены с крестом и решетки Навещающие могилу авторитеты укладывают под ногу скульптуры Фальшивую пятисотенную купюру А в рюмку в руке наливают водку Как ни странно, но фамилия Иванькова на памятнике написана без мягкого знака Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб Некоторый контент будет сугубо только на бусти С вами не прощаюсь и до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok